Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привожу исторический пример Какой вы знаете крупного революционера? Я вот вам назову фамилией Ленин Владимир Ильич Так вот есть 12-тонная Биохроника 12 томов Расписано по минутам Ленин пришел к тому Они там обсуждали Ушел в Восток Пошел туда Пришел к тому И так 12 томов Как вы думаете, кто сделал это дело? Не знаете? Царская охранка Попал этот документ Кому в итоге? В Институт марксизма-ленинизма При ЦК КПСС Они это вот издание и сделали То есть Институт марксизма-ленинизма При ЦК КПСС По гроб жизни обязан Царской охранке Которые? Ну у нас же с вами вот порядка нету Я то, что говорю, не записываю Или не всегда записываю А тут как раз все идет запись Все хорошо То есть люди заботятся Как бы мы с вами строим новое общество Боремся за хорошее А есть люди, которые ведут протокол Причем даже дипломаты Они вот неправильно действуют У них там наоборот Они говорят, что вот есть протокол Он уже написан Там как будто лентяи такие есть Протокол уже написан Что вот должен выйти президент И три шага шагнуть И ждать, когда тот выйдет три шага Тогда руку протянуть И вот когда И вот они должны подчиняться тому Что уже эти лентяи написали На самом деле протокол Это мы с вами вот действуем А пусть люди ведут протокол Что мы говорили Что я задавал Какие вопросы Как вы отвечали Пусть они ведут Протокол это нечто живое И отражение Действительной встречи А тут наоборот Самый крупный глав государств В какой-то Ставит В ложное положение Когда они должны укладываться В тот протокол Который заранее написали Поскольку им лень описывать Потом, что было на самом деле Это раз Во-вторых Вот приглашают меня В отдел кадров Говорит Михаил Васильевич Какие ваши персональные данные Можно давать Я говорю Какие Все Но вы же знаете Что сейчас в метро За 100 рублей Продают диск А в этом диске Все телефоны И адреса Всех Милицейская база И что после этого Я буду тут Возражать против того Что подавали мои данные Неужели это вот секрет Мои данные Однажды Я консультировал Докеров наших И они Решили У них Подсунули наркотики Исполняющие обязанности Председателя Равкома И завели уголовное дело И они Хотели в воскресенье Обратиться к прокурору Телефон прокурора Мы не знали Ну а в одной из докеров Был этот диск И вот мы Значит Посмотрели По фамилии Отчества И нашли Шесть человек С такой фамилией Как транспортный Покурор Сам Виндзербург Телефончик набрали Говорим Здравствуйте Там Та-та-та А тот говорит Здравствуйте Ну представились Откуда вы нашли Мой телефон Что я спрашиваю Ну что я спрашиваю Ну что я спрашиваю То есть он Сразу понял Ну это нелепо Спрашиваю Сейчас Где мы взяли Кстати Все решилось Очень хорошо Он нам помог И выпустили человека Потому что Ему подсунули Перед запасовкой Делается так Вот остановили машину Говорит Операция Покур Покажите Что у вас В задней В кармашке Заднего сиденья Засовывают руку В руке Один грамм Наркотика В полиэтиленовом Таком Подушечке Такой полиэтиленовой Почему в полиэтиленовом Потому что отпечатки пальцев Не оставляют Кладут туда Оттуда Достают Говорят Все вы Арестованы И от 7 до 15 лет Хранение Перевозка И реализация Наркотиков Ну конечно Мы все это отбили Но в общем Волновались Волновались Но вот Еще раз Вот такая операция По поводу гласности Вот была Поэтому Вот По крайней мере Я думаю Это хороший стиль Журналистов Исходить из того Что все То что делается Записывается Если не записывается Это плохо Ну что плохого Вы же хорошие дела Собирать дел Или вы Как вот эта Старуха Шапокля Говорит Хорошими делами Прослайся нельзя Но если вы Что-то такое Темное затеваете То может быть да А поскольку Мы с вами Еще темного Не затеваем И у нас Открытая Ясная Журналистская позиция Вы же рекламировать Будете Какую-нибудь дрянь Или что-нибудь хорошее То есть рекламировать Можно же Какую-нибудь чепуху А можно Реклама Она безразлична Я вот доказываю Что это очень хорошо Это не факт Что оно хорошо А может быть Положительное А может отрицательное Положительное Надо рекламировать Широко Отрицательное Но если уже Заставляет обстоятельства Но не так Может не переусердствовать Да Потому что Вот один из средств Воздействия на Спрос Это Мода Мода Знаете что такое Вот мы на философии А в философии Все понятия Они обдумываются Мода что такое Вот Не скажете Нет Вот Гёте писал Мода любит Сумосбродство И не любит Естество Ну известный Такой поэт Да Вот Или Гегель писал Известный Философ Он писал что Мода Это кричащее Дразнящее Раздражающее Привлекающее То есть Как-то на тебя Обратить внимание Ну а если мы Так поближе Обратимся к моде Что мы видим Что для того Чтобы не быть похожим Девушки должны Чтобы не быть похожим На других Все одеваются В одинакового рода Платье Сегодня Вот в этом году Этим летом Вот такие платья Если у вас другие платья Вы вообще никто Вы никто Вы должны носить Вот эти платья Почему? Потому что заводы Которые я Капиталист имею Они уже эти платья Вот эти ваши Продали А наши заводы Работать И получать Прибыль А у вас эти платья Есть Значит что нужно Сделать Чтобы вы их купили Нужно Новую воду Моду учредить Поэтому есть Законодатели Мод Им платят деньги Они начинают В этих Всяких Журналах Красочных Обрисовывать Это дело И пошло дело И так далее Вот Но если мы Тем не менее Мы должны Относиться К рекламе Как мощному средству Воздействию На сознание Общественное И у нас Должна быть Позиция Как у представителей Все таки не такая Что мы Что нам скажут То и будем рекламировать Вот рекламировали же Боярышник В Иркутске Рекламировали Зачем написали Боярышник Потому что До этого известно Что Боярышник Это Такая настойка Спиртовая Которая Представляет собой Сердечное Такое лекарство Слабое Но Оно на спирту И поэтому Вы могли видеть Там где-нибудь В подъездах Стоят две бутылочки Боярышника Вот Отмечали Товарищи Они же Что сделали Они Напиток В котором Этиловый спирт Заменен на Метиловый То есть На яд Они Назвали Боярышник И в первое время Там Он был Боярышник Как Средство Для ванн Он Шел Светиловым Спиртом Потом Спилы уже Дороже Они более дешевые Взяли вариант Метиловый А метиловый яд Чистый От него Слепнут Слепнут и умирали У меня Мой родной Дядя Михаил Работал Каталем Очень крепкий Пять детей У него На Кирпичном Заводе Красная Звезда Разгружали Спирт Оставили Себе Ведро Спирт Был Метиловый Было И шесть Человек Четыре Умерло В том числе Мой дядя И двое Ослепли То есть Это страшный яд А эти Что сделали Они же Продавали Не только Боярышник Написали В целях Рекламы Чтобы Как бы Потом Людей Приучили Что это Не опасная Вещь Но они Выпивают Это конечно Не водка Но и не яд Потому что Пока был Этиловый Спирт Но они же Сделали так Что у них Стояли автоматы В Иркутске И ты туда Деньги бросаешь Как у вас Внизу Кофе Вылетает Банка Этого Боярышника И Пожалуйста Кушай И умирай Тут же И сколько Уже Около сотни Да Погибло Людей Вот какая История Я уже не говорю О том Как вот люди Покупают Политуру И видно Как некоторые Покупают Политуру И так Сразу видно Что к ней Относятся Как к выпивке А не как Но потом Были всякие средства Берешь Политуру И там Вращаешь Чтобы там Всякая гадость Собиралась И вы оттуда Вытаскиваешь А там более Светлые фракции Ее пьют И прочее И были И с этим Всегда велась борьба Вот есть такая Москва С 41-й год Книга Сейчас я автора Забыл Но там был Такой эпизод Представляете Идет оборона Москвы Самые напряженные дни И вдруг На путях Оказался Оказалась Цистерна Со спиртом Ну как-то Кто-то взял Да прострелил Цистерну Чтобы узнать А что там такое Дело не хитрое Там Сказал Есть из чего Стрелять А оттуда Спирт чистый И вдруг Командо не видит Ходят солдатики Ничего себе Идет война Самые напряженные дни А тут Они ходят Подгулявшие Срочно выставили Охрану Все Ну разве может Эта охрана Удержать Пьют И пьют Тогда они Подумали Посоветовались С химиками Специалистами И несколько Ведер Бензина Туда шарахнули И стала такая гадость Что и прекратилось Это все Проходит несколько дней Опять все ходят Опять Пьяненькие Тогда уже химики Забеспокоились Что такое Как могли люди Разделить Водку и бензин Это спирт и бензин И вот они целую конференцию Собрали Из всех кто был там Кандидаты Химических наук Вообще другие Практические химики Ничего не могут решить Позвали солдата Говорят Слушайте Все Вас никто наказывать не будет Все То что вы делаете Хорошо Молодцы Объясните только нам Как вы делаете Что у вас получается Какая-то выпивка Солдат пожилой Говорит Не будете наказывать Нет Ну хорошо Берем Говорит Пол ведра Наливаем В этой вашей гадости Которую вы изготовили Наливаем Понятно Как дырочку просверлили Наливаем Потом доливаем Еще пол ведра воды И что тогда Тогда товарищи химики Вот это все Бензин Всплывает Наверх А внизу Спирт Смешанный С водой То есть водочка Пальчик-то открываем Дырочку пальчиком Открываем А тут еще Чистая водочка Когда уже начинает Подходить этот бензин Ваш Пальчиком Закрываем То есть Вот Народная Смекалка Короче говоря То есть Короче говоря То есть В вопросе О рекламе Как во всяком Любом противоречивом Явлении Позиция Там Человека Который занимается Этим делом Она же должна быть Такой Прозиции Защиты Прогресса Много Есть такого Хорошего Которого Люди не знают Надо это Дать Известным Сделать И наоборот Много Есть всякой Дряни Который рекламирует Лучше и шире Чем хорошее Вряд ли в этом Надо участвовать Как во всяком Грязном деле Например Всегда находились Палачи И палачи Знаете Какое у них было Лицо У палачей Обиженные То есть Они вот Ну вы же должны Понять Что они делают Но все равно Кто-то должен быть Палачом Ну вот им Такая вот Работа выпала А у них семья Им нужно вам Голову отрубить Вы должны понимать Поэтому Когда вы Входите Восходите На эшапот Должны с пониманием Ну не ядок Другой У меня однажды Был такой разговор В Смольном Когда пришли И хотели арестовать Главного редактора Народной правды Который первый был Я вот сейчас Тоже главный редактор Газеты Народная правда Российская Общественно-политическая На общественных началах И вот Пришли два лейтенанта Я сначала С одним поговорил Я говорю Ну вот вы вот лейтенант Вам-то зачем Надо быть палачом Вы что не понимаете Вы Газета сидела в Смольном Они пришли в Смольном И хотели арестовать Главного редактора Газеты Вы что Это же будет шум невозможным Вам-то зачем В эту грязную историю Одного я убедил Потом я другого Пригласил поговорить Потом другого убедил Потом они ушли Говорят Нет Идут По Коридору Смольного Нет Отсюда с работы Не надо брать То есть Вот Такая общественная Позиция Такая Фундаментальная Она формируется На какой На философской базе Правильно А философская база Какая Что такое развитие Скажите пожалуйста Вы за развитие Или за деградацию Будете выступать Я не спрашиваю Чем вы занимаетесь Поэтому может и не быть А гражданином быть Обязан Правильно Мы рекламой Занимаемся Тем тем И связи с общественностью Так вы связываетесь С общественностью Для того Чтобы общество Утопить Или связываетесь С общественностью Чтобы общество Подтянуть вверх Вот что такое развитие? Вы за развитие или за деградацию? Вы за развитие. Очень хорошо. У нас единая с вами позиция развития. А что такое развитие? Осталось одно выяснить. Что такое развитие? Вот я и сегодня, и во все другие дни наших занятий ваш помощник. В каком смысле? Вот представьте себе, вот вы руководитель, я ваш помощник. Доктор, наук, профессор. Вы задаете мне вопросы, если вы не знаете, а я на них отвечаю. Сейчас я задаю вопросы, потому что вы еще пока не освоились, кто здесь главный при обучении философии. Вы или я? Вместный. А? Вместный. Почему это совместный? Не надо. Тут должна быть индивидуальная ответственность. Кто главный? Кто учится? Вы или я? Вы же учитесь. А я-то еще учиться буду. Вы на восходящей линии, а я-то на какой линии уже? С чего вы сравниваете? Вы не завидуете, что профессор. Вы-то, может быть, академикой будете к тому возрасту, какой у меня. Правильно? А откуда я? А я уже к этому времени точно уже не буду академиком, потому что я профессор всего лишь. Может, вы будете, например, министр или президент. Откуда я знаю? Я заранее это не знаю. У нас из нашего университета же вышли люди. Путин Владимир Владимирович президент, второй президент, Медведев Дмитрий Анатольевич. А вы будете третий президент из нашего университета. Ну, а что вы сейчас будете меня спрашивать? Я зачем буду с вами делиться со своими знаниями? А вы, пока сегодня это не готовы, учинить такой вопрос, допрос, а вообще должны быть на этом настроены. А пока я вас спросил, мы нашли общее решение. Вы за развитие. Почему я не спрашиваю, что такое развитие? Потому что вы первым спросили. А? Вы вперед меня спросили. Только я спросил, а вы не отвечаете, тогда вы меня спросили. Если вы не можете ответить, меня спрашиваете. Что такое развитие? Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Вам нравится такое определение? Да. То есть, а сложное, знаете, что такое сложное? Ну, чтобы у нас было понятное определение. Сложное – это что такое? Это я вас спрашиваю. Если вы не можете ответить, вы меня спрашиваете. Спросите меня, что такое сложное? Я отвечу. Что такое сложное? Сложное – это сложное из простых. Это даже прямо вот если человек внимательный к языку, он уже может это почувствовать. Правильно ли? То есть, если вот вы берете что-то такое, которое, так сказать, вот, ну, допустим, человек из одной клетки, да, вырастает, а потом он уже многоклеточный организм. Это сложное. Ребенок уже сложный. А сначала вот клетка вообще оплодотворена одна вообще. Правильно? Вот это движение от простого к сложному. А если от сложного к простому, это что? Разложение. Разложение, деградация. Да? Тут понятно. И спрашивать не надо. Вот это уже мы с вами знаем, что такое развитие. Более того. А скажите, пожалуйста, развитие – это противоречивый процесс? Или такой процесс, который только вот тут есть, все выше-выше-выше? Ну, скорее противоречивый. А? Скорее противоречивый. Противоречивый. Вот моя жизнь. Вот я развиваюсь, как вы думаете? Я вот с вами общаюсь и развиваюсь. Или нет? Да. Ну, вот я, скажем, вы студентка. Значит, если я вам преподаю, это, ну, какое-то дает мне развитие, что я вот совершенствую свое педагогическое мастерство. Не часто же приходится с одним студентом заниматься. То вечно с толпой какой-то. А тут вот как раз счастливый случай для моего развития. Да очень же хорошо. Я и голос не... Я, конечно, могу так вот говорить. Сейчас зачем я так буду говорить? Мы же с вами тут и так все слышим, понимаем. Так, ну, а я же, вы же понимаете, что все люди смертные. Про вас не будем говорить. Вы же студентка, вы защищены. А я-то не защищен. При том, что я развиваюсь, есть же другая тенденция. Возраст, он увеличивается. И вы же понимаете, куда это дело идет. Например, говорят, что вы такой смелый? А что мне не быть смелый? У нас средний возраст, продолжительность жизни мужчин гораздо меньше, чем у меня. Поэтому меня как бы нет, а я еще есть. Чего я могу испугаться? Вот скажите, пожалуйста, чего я могу испугаться? Меня могло бы и не быть, вы могли бы со мной и не встретиться, да? Правда, сейчас уже уговаривают с помощью интернета, вот люди, которые могут осуществлять связь с общественностью и рекламу, уговаривают покончить жизнь самоубийством. Уже несколько десятков молодых людей так вот покончили подростков в этом году. О чем говорит сегодняшняя российская газета? То есть это проблема большая. То есть это вот сильное... То есть у вас в руках, как представители рекламы и связи с общественностью, сильнейшее оружие. И вот мы... У нас вот ядерное оружие есть, но мы же не кидаем на Америку? Не кидаем. А если бы мы кинули, Америки бы не было. Ну и нас бы не было. Почему? Потому что такая атмосфера была и такое заражение, что это без следа не прошло. А американцы, они имеют ровно столько же боеголовок и ровно столько же ракет. У нас на одну боеголовку больше. Вот что-то там новый уже президент говорит, да вот, что-то мне не нравится это дело. Ну нравится, не нравится, но у нас достаточно средств доставки для того, чтобы этой Америки не было. Вот. Причем они окружили нас базами, 100 баз, а у нас одна база в Сирии, всего одна. И то они говорят, зачем вы в Сирии там держите базу, иначе мы в Средизедное море не выйдем. Ну а как вы думаете, у нас какая главная сила вообще, вот такая военная, что, стратегических наших войск, какая? Ну что самое страшное для противника, возможно, у нас есть? Информация? Да какая информация? Я эту информацию выключил, да и нет никакой информации. Подводные лодки у нас стоят. Где они у нас стоят, наши подводные лодки? Ну где они? Они под водой вот. Где они дежурят? Скажите, пожалуйста. Где порядок с ним? А? Где порядок с ним? Не понял. Где порядок с ним? Ну конечно. Ну там есть вот, там где заходят эти вот, их подводные лодки. Наши там дежурят постоянно. И там, они говорят, вот мы вот, время доставки будет. Сейчас вот мы поставим свои там танки, Абрамс, сюда вот, в Эстонию, в Латвию. Видите, выгружают. Мы говорим, это нехорошо, что вы делаете. А наши, на всякий случай, чтобы эти не хулиганили, стоят подводные лодки у берегов США. Мы тоже в международных водах. Мы отдыхаем. Стоят. А раз они отдыхают, их не шумно, запас там есть, и воздух, и еды, всего. То они потом эти уходят, другие приходят. Вы видите, что у нас всё время сдаются новые подводные лодки. И время от времени проверяется готовность баллистических ракет наших. А как проверяется? Из Плесядска запускают, и куда? Не знаете, куда? На Камчатку, полигон Кура. Вот туда. И как раз, говорит, точное попадание. А ещё, а дежурит как раз около Камчатки подводные лодки. Там от 30 Соединённых Штатов Америки рукой подать. Поэтому сейчас вот заявили, там, Трамп подавил, мы с позиции сил. Ну, мы говорим, мы это не говорим, но мы же тоже с позиции сил. Мы же понимаем, что слабых само нужно. Правильно? Вот и всё. Вот, то есть, надо понимать, что вот то средство, которым вы обладаете, и которое вы оттачиваете, как специалист, да, обладает такой силой. Ну, и поэтому, как всегда, при всяком открытии, ну, как открыли ядерное оружие. А сейчас открыли специальность рекламы и связь с общественностью. Надо вот тоже, чтобы это вот наше оружие работало в пользу, как мы с вами договорились, о развитии. Но в развитии есть положительные тенденции, совпадающие с направлением развития. Это прогресс. Есть негативные, противоположные. Это регресс, а по отношению к общественным явлениям – реакция. Вы за прогресс или за реакцию? За прогресс. Вот видите, как у нас? У нас с вами идёт… Всё, помню, совпадение. То есть, поэтому мы должны вот такую установку иметь. И эта установка философски обоснована. Теперь, значит, что такое философия? У нас сейчас водные лекции. Философия. Вы как-то не обдумывали эту мысль, что такое философия? Вы знали уже до прихода сюда, что такое философия? Или лучше мне вам сказать? Скажу. Скажу. Есть филологическое понимание философии. Берут просто фило. Это что такое? Это любовь. А софия – это мудрость. Вот если я люблю мудрость, то вот я философ. Так и вы любите мудрость. Всё, вы получите мудрости? Тоже любите. То есть, вы тоже философ. Но это филологическое понимание. А на самом деле философия – это что? Это просто мудрствование или это наука? Наука. Каждая наука имеет свой объект. И имеет свой предмет. Вот наука имеет объект. Объективную действительность философии. А предмет – всеобщие законы, природы, общества и мышления. Вот наш курс, который будет у вас по специальности рекламы и связи с общественностью, он в основном касается вопросов социальной философии. А что такое социальная философия? Это вот как проявляют себя всеобщие законы в обществе. Вы же у вас связь с общественностью. Значит, вот нам надо посмотреть, как всеобщие законы, которые действуют везде, проявляют себя в области общественной жизни. Значит, вот следовательно, философия – это наука, изучающая всеобщие законы, природы, общества и мышления. А раз она изучает всеобщие законы природы, общества и мышления, она, между прочим, может разными путями пойти. Одни много изучают природных явлений, но такое ищут в этих природных явлениях, что является всеобщим. То есть характерны и для общества, и для мышления. Мышление все отражает. Другие занимаются обществом и тоже пытаются выйти на всеобщие законы, которые действуют не только в обществе, но и в природе, и в мышлении. Третье изучает мышление. Я сразу вам скажу, что наш курс построен на том, что мы изучаем логику, диалектику. И поэтому мы приходим к всеобщим законам, опираясь на то, что наш язык человеческий уже отразил действительность. Потому что в языке картина мира есть. Мы еще ее с вами не познали, но в языке она отражена. То есть только мы, если просто будем разбираться в понятиях, которые есть в языке, и будем идти от простого к сложному, у нас уже будет правильное понимание мира в основном. В основном. А почему в основном? Потому что всеобщие законы, мы не все будем изучать. Есть всякая конкретность, которую философия не дает. Правильно? Но самые большие вещи мы должны разобрать и тем самым освободиться от такой беды, что мы будем делать крупные ошибки. У человека, знающий философию, крупных ошибок делать не будет. Но частные ошибки от них никто не застраховал. Значит, каждая наука имеет свой метод. Вот что такое метод? Вот если вы откроете интернет и, допустим, какой-нибудь будете там гуглить, то вы будете, получится ответ такой. Метод – это способ. Тогда вы откроете и скажете, а что такое способ? И тогда вы узнаете, что способ – это метод. Тогда вы откроете, что такое метод и способ. И узнаете, что это средство. И так и будете ходить по кругу. Хотя у Гегеля в науке логики, вот эта книга, в которой содержится единственной компендией диалектики, то есть прямой путь, прямая дорога, кратчайший путь к изучению диалектики, Говорится, что метод – это осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого предмета. Сложная такая формулировка, правда? Значит, как ее понять? Надо понять, что это осознание чего? Формы внутреннего самодвижения. Значит, надо содержание. Ничего-то там. Значит, речь идет о содержании. Что метод должен помогать нам понять содержание. Содержание мы должны понять, как такое, которое путем внешнего толчка приводится в движение, или надо понять самодвижение содержания. В этой формулировке говорится о том, что надо самодвижение содержания. Вот вы там живете, у вас есть какие-то то, что я вас столкнул, или у вас есть внутреннее побуждение, которое позволяет вам развиваться и осваивать эту специальность. Правильно? Значит, а что является источником внутреннего самодвижения? Не знаете? Не слышали? Не проникло еще в толщу народную. Источником самодвижения является противоречие. То есть, если я хочу вас исследовать, вас, ну, может, не вас, другого, то я что должен исследовать? Я должен использовать те противоречия, которые являются источником вашего самодвижения. Что вы, несмотря на свою необыкновенную занятость, уделяете время и внимание тем вопросам, без которых вы не станете настоящим специалистом. Правильно я понимаю? Да. А время там не безграничное, поэтому вам все время этого противоречия приходится разрешать. С одной стороны, хочется не читать, а лучше погулять. Хочется не осваивать серьезные вещи, а что-нибудь простое получить. А с другой стороны, вместо того, чтобы приобщаться к гениальному, как скажем, творению Гегеля, в диалектике, вы читаете какую-нибудь чепуху и кормитесь откороженным светом. То есть, чтобы вот как-то это противоречие разрешить, вы начинаете двигаться больше к гениальным произведениям, тогда вы за одно и то же время повышаете свой, так сказать, возвышаете себя быстрее, чем другие. Правильно? Но если потому, что вы общаетесь с гениальными людьми, это не проходит бесследно для вашего развития. Вот, значит, надо осознать теперь, значит, самодвижение надо изучать. Но надо осознать форму этого самодвижения, то есть отразить в понятиях. Вот метод и состоит в том, чтобы выразить в понятиях вот это самое самодвижение. Вот тогда я вас познал не как мертвичину такой, руки, ноги, голова, так сказать, что-то еще там. А вот понятие – это вот самодвижение содержания, как человека. Зачем другое дело? Так что это определение очень хорошее и всеобщее. То есть это вообще метод любой науки. И наука тогда становится действительно наукой, когда в ней есть движение с помощью этого метода от начала через развитие к результату. Что такое начало? Или так я переформулирую свой вопрос. Что представители специальности рекламы и связи с общественностью думают по поводу того, что такое начало? То, с чего начинается развитие? Ну, какое ли движение? То, с чего начинается развитие? А начало чего? Начало чего? Ну, вот вы какое-то делаете дело, вы какое-то дело, вы когда начинаете, вы результат-то имеете в виду, нет? Или давайте начнем, а там не важно, что будет, лишь бы нам что-то начинать. Вот когда вы что-то начинаете делать, вы результат в голове имеете, могу тогда я считать, что всякое начало – это неразвитый результат. Можно? Давайте так и зафиксируем, что начало – это неразвитый результат. Потому что если вы этого результата не видите, я начинаю. А с чего вы начинаете? А с чего вы начинаете? Вы начинаете отсюда убегать. Или вы начинаете изучать. Или вы начинаете забывать. Что вы начинаете? То есть вы должны вот этот результат уже в твоей голове, в сознании иметь как путеводную такую звезду, правильно? Архитектор, который начинает строительство дома, что он делает? Он рисует этот законченный дом, так сказать, на бумаге полностью, вот этот дом. Прежде чем его начали строить, все помещения, ну конечно столов там не было на картинке, но все помещения этого дома были описаны каждый этаж, последовательно, и чердак, и подвал, правильно? И фундамент. Вначале, вначале, еще строительство, это начало было строительство. Это был, ну а раз он на бумаге был, это какой результат? Бумажный, то есть неразвитый. А потом началось строительство, и это строительство шло, можно по-разному это строить. Некоторые даже строят методом подъема этажей, такие вот случаи были. То есть берутся такие большие домкраты, ставятся стойки, последний этаж, раз его подняли, все тут соорудили, и наверх. Потом предыдущий, четвертый, потом третий, потом второй, потом первый и закончили. Вот такие два дома построили в Ленинграде, они на Черной речке, а другой на бассейной улице. Ну по-разному можно к этому подходить. Можно методом монолитного железобетона, когда не кирпичи кладут, а берут, сейчас особенно гонят, берут опалубку, значит уже эта опалубка, она стандартная, устанавливают туда арматуру и заливают бетоном. И продолжают, потом снова вставляют арматуру, еще продолжают, она должна торчать все время оттуда металлическая. И так, вон до верху. В этом доме, конечно, дышать очень трудно, потому что кирпичи дышат, в кирпичном доме, где люди живут. А в этом бетонном доме, это вы как в склепе. Зато его быстро продают и обогащаются те, кто это делает. Это же хорошо. Для кого? Для кого, кто построил. А для тех, кто живет, ну не очень хорошо. А потом они это обложат снаружи еще утеплителем, который сейчас, знаешь, вот 5 сантиметров положит, или 10. Потом сверху облицовочкой будет выглядеть конфетка, а дом-то плохой. Мы его разрекламируют, специалисты по рекламе и связям с общественностью, и продадут. Причем продадут до того, как построят. Пример. Вот я живу недалеко от Светлановской площади. На Светлановской площади стоит огромный многоэтажный дом. Строится. Его строительство должно было, как написано было, знаете, как сюда на заборе пишут стенд, в последнем квартале 10-го года. Сейчас какой год? 17-й. Строится он на начало долевого участия. Как бы все дольщики сложились и строят этот дом. Давайте вы будете дольщица, вот еще два дольщика, вот все сложитесь, денежки я соберу, и что-то буду строить. Вот уже 17-й год так все строит. И если я просто ваши деньги положу, уже присвою себе, и положу в банк, а на проценты, которые я получу от вас, а денег много будет, несколько миллиардов, можете взять большой дом, и каждые там 5 миллионов, 6 миллионов, каждая вот квартира. Вот от этих миллиардов процент тоже появляется немаленький, несколько миллионов в год. И я на эти деньги нанял рабочих, они все время копошатся. Кто не приходит, дом достраивается, не брошен. Нельзя сказать, что я что-то делаю. Он достраивается, появляется, значит, облицовка новая, еще что-то там делается, все проводится, убирается. Ну, задача-то решена для тех, кто это строит, уже денежки у них есть. А это они эту картину будут, и когда-то его достроили. А вы-то думали уже там жить? А денежки-то ваши плакали? Ну, это лучший случай. А другой вариант, вам Поклонский, фамилия, Палонский, ничего не говорит? Как же вы так и не знаете такого? Это вот реклама большая была. Поклонский со своим приятелем в Москве собрал деньги для строительства живых домов. По этой же схеме дольщики вы сдаете, мы строим. Но он был не один, а у него был приятель. Вот видите, товарищ сидит, вот он как бы строитель. А я как бы держатель денег, я деньги ваши получаю, вам даю бумажки. Вы мне деньги, я вам бумажки, что вы мне дали деньги. И я обязуюсь вам построить дом. Кто теперь собственник денег? Я. И мы с этим приятелем эти денежки уводим за границу. И я уезжаю. Куда? В Камбоджу уехал Палонский, собрал 7 миллиардов, уехал в Камбоджу. Отличился этот Палонский тем, что он в печати, в газете «Коммерсант». Но я вынужден процитировать их разум, хочу попросить извинения за непечатные такие всякие высказывания. Вот у кого нет, если у тебя нет миллиарда, идите в жопу. Человек откровенный такой, нагловатый. И он забрал ваши миллиарды, отправил вас туда, куда хотел отправить, всех, кто сдавал деньги, и поехал в Камбоджу. Ну и пока вот первый этап у них все получился хорошо, он приехал в Камбоджу, а там тоже Нил и Камшит, там таких тоже много. Они говорят, так, друг, если ты нам дашь полтора миллиона долларов, мы тебе оформим Камбоджийское гражданство и тебя отсечем от всех российских правоохранительных органов, чтобы тебя не разыскивали. Потому что мы не будем вас выдавать, будете тут жить, там тепло, хорошо и прочее. А ему жалко полтора миллиона долларов. Он думал, что он здесь ограбил, а там будет он защищен. А там его тоже хотят подоить. И он стал хулиганить там, буянить, потому что сам он по характеру такой буянный хулиган. Ну, его там скрутили, посадили в тюрьму и выдали Россию. Его вернули сюда. И вы можете, если вы дольщица, можете радоваться. Чему? Потому что он в тюрьме сидит, пока еще не судили. Он в СИЗО сидит. А денежки? А денежки все, их нет уже. Нету денежек. А как он с помощью чего забрал? С помощью рекламы и связи с общественностью. Таких связан был очень тесно с общественностью, но рекламировал, набрал. Поэтому это вот очень актуально, то, о чем мы говорим. То есть вы обладатель мощнейшего оружия такого, вроде ядерного. И мы должны очень следить за тем, чтобы оно... Вот у нас занятие на этом... Это целеустановка такая, направленность этого. Связанное с глубоким пониманием тех процессов, которые в обществе идут. Для того, чтобы это понимание было глубоким, значит, мы уже знаем объект философии. Объект философии – это действительность. Мы знаем предмет. Это всеобщие законы природы общественного мышления. Мы знаем метод – это осознание формы, внутреннего самодвижения, содержания. И теперь мы должны разобраться, какая бывает вообще философия. Какие течения философии. И вот, как показывает изучение всей истории философии, все философы строго делятся на два лагеря. В зависимости от того, как они отвечают на основной вопрос философии. А что такое основной вопрос философии? Это я вас не спрашиваю, потому что вы еще не философ. А вы меня как бы спрашиваете, а я отвечаю. Основной вопрос философии – это вопрос о том, что первично, что вторично – бытие или сознание. Как отвечают на него одна группа философов, философы-идеалисты? Первична – идея. А материя вторична. Это что значит? Это значит, что есть только идея в мире. И кроме идеи ничего нет. Эта идея внутренне противоречива, она сама себе противоставляет себя, разрешает это противоречие и создает материю. Если в религии Бог создает материю, то в идеалистической философии идея сама создает материю. Эта идея, как бы очищенный такой Бог. Как бы это в науке уже. Вот эта идея создает материю. Эта материя имеет самую развитую форму. Вот в вашем лице мы как раз можем такой экземпляр имеем, который осознает, познает материю. А раз он познает материю, человек, то, следовательно, идея в человеке, познавшем саму материю, приходит сама к себе. Она, значит, познала идею. И это тем самым заканчивает строительство системы. В ней есть начало, движение и результат. А результат это что? Это развернутое начало. А начало это неразвитый результат. Вот они соотносительные понятия. И вот тем самым есть начало, движение от начала к результату. И результат как развернутое начало. Это наиболее последовательно сделано у Гегеля в системе объективного идеализма При этом сам Гегель делит свое произведение на две части Объективная логика и субъективная логика Объективная логика – учение о бытии и учение о сущности Субъективная логика – это учение о понятии В самом произведении Гегеля, которое было издано на немецком языке А Гегель написал это произведение в 1812 году Будучи директором Нюрнбергской гимназии В предисловии записано, что вот такое деление этой логики И в издании, которое было сделано Издание сочинения Гегеля в 1937 году вышел пятый том Собрание сочинения объективной логики А в следующем году субъективная логика – отдельный том Так и было издано Как в соответствии с волей того, кто написал эту книгу После этого имелись издания, например, 70-х годов В издательстве мыслей Просто три части – учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии Без этого разделения на объективную логику и субъективную логику А для нас, для материалистов это важно же Потому что если мы берем вот эту систему Объективная логика и субъективная логика В эту трактовку, что объективная логика – это выражение идеи Мы оставляем на совести Гегеля И трактуем, можем трактовать не идеалистически, а материалистически А именно, что есть только материя, она развивается до человека Который есть высшая форма развития материи, обладающая сознанием И вот в этой форме человек познает материю И тем самым материя приходит сама к себе Поэтому и дальше Вот эта идея, которая есть у человека Идея – это есть не что иное, как познание материи самой себя Вот это будет течение материализма Ну какого материализма? Раз в этом движении имеется не только отражение материи, но и ее преобразование То вот этот материализм называется диалектическим материализмом А Фейербахт, который очень сильно повлиял на Маркса Энгельса Настолько повлиял, что Маркс Энгельс, которые были сторонниками гегелерской идеалистической философии И понимали диалексику идеалистически Они после изучения работ Фейербаха В одночасье стали материалистами Но они стали материалистами Не выбросив в то же время и гегелерское учение А сняли его То есть как сняли? Истолковали материалистически И вот материалистически истолкованная диалектика Гегеля Превратила Маркса Энгельса, во-первых, в идеалистов и материалистов А во-вторых, они применили диалектику Гегеля к материализму И поэтому их материализм гораздо совершеннее и богаче, чем материализм Фейербаха А Фейербаха принадлежал к тем философам, которые считали, что первично материя А сознание вторично А еще раньше Демокрит таким был философом Который говорил, что материя состоит из атомов И она первична, а все остальное вторично Но они не ограничились вот таким материалистическим истолкованием И открытым диалектическим материализмом Они взяли и применили этот диалектический материализм к истории И если вы материализм применяете к истории Что получается у вас? Какой метод? Вот подумайте на этот вопрос Если материализм примените к истории, что получается? Тогда меня спросите Что же получается? Исторический материализм Логично Вот у нас есть люди сейчас в философии В том числе у нас в институте, их много Которые стоят на идеалистических позициях Имеют право, наверное, свободно Хотите, занимайтесь материалистическим Хотите, идеалистическим Пожалуйста, защищайте, отставите, печатайте Что хотите, можете печатать, правильно? Я сейчас могу напечатать статью о том, что Земля квадратная Что? А? В чем проблема? Я напишу статью Сейчас вот мне по электронной почте все время приходит Давайте в Ринце будет ваша статья опубликована Не менее пяти страниц по 130 рублей за страницу Я высылаю пять страниц, там рассказывают Что Земля квадратная Подписывает доктор философских наук Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Они печатают Я им плачу деньги А пока не плачу, они не печатают Если плачут, то печатают Все И в Ринце, там, в электронной библиотеке Появляется моя очередная статья А раз у меня очередная статья То согласно той практике, которая у нас существует в университете Чем больше статьи в Ринце, тем больше у меня рейтинг А чем больше у меня рейтинг, тем скорее у меня будет премия И тем на больший срок меня избирать будет Могу? Я так скажу, могу Но в чем проблема? Значит, сегодня, так сказать, не вопрос Занимайте любую позицию Ну, я вот своим коллегам говорю Ну, вот вы идеалисты, да? Ну, так вы раз идеалисты Вы же применяете ее к истории, свой идеализм Значит, вы кто? Если человек, философ, применяет к истории идеализм, он кто? Исторический идеализм О, вот смотрите, как вы, просто одно удовольствие с вами иметь дело То есть, еще насчет материализма вы как-то так заколебались Что если человек применяет материализм к истории, он исторический материалист А если человек применяет идеализм к истории, он исторический идеалист И выбора другого нету Нет другого выбора То есть, две партии существуют в философии Я говорю, ну вы выходите сюда И честно скажите, я исторический идеалист Я вот некоторым товарищам говорил прямо на ученом совете Я официальным оппонентом выступал по докторской, по гегелевской философии Никто не выходит Как-то странно То есть, вы как-то скептически относитесь к историческому материализму А ему ведь только альтернатива одна Исторический идеализм Ну это же вообще ерунда Значит, считать, что история – это просто выражение некой идеи Вот у гегеля есть такая работа, лекции по философии истории И вот в этой работе гегель, который замечательные там зарисовки исторические дает Войны, революции в разных странах Все это, как они развивались Он исключительно энциклопедически образованный человек Но он это как-то подстраивает по тому, что вот идея, она этим всем руководила Революции, войны, все движения, борьба Это все выражение идеи Это абсолютная идея в своем материальном воплощении уже То есть, по частям все правильно, а в целом неверно Ну, это вот принципиальное деление на материализм и идеализм А есть экзотика Какая экзотика? Экзотика это вот одно из ответвлений идеализма Есть такой, кроме объективного идеализма, что есть вот такая идея Она, и больше ничего кроме идеи нет, она потом только представляется как материя Развивается до материи Есть другая идея Вот все, что вы видите, слышите, вот вы сейчас меня слышите, да? А вы уверены, что я есть? Вы же получаете, согласитесь со мной, что вы получаете в мозг не от меня сигналы, а во-первых, от ваших ушей То, что я вот, кажется, что я говорю, это на самом деле сигнал, который идет от ваших ушей в ваш мозг Так? Так А вы меня видите, да? Почему вы думаете, что я есть? Это вот сигнал, который от ваших глаз идет к вам в мозг А если вы ко мне подойдете и потрогаете меня То вы все равно из этого не получите, что я есть Почему? Потому что у вас сигнал пойдет не от меня А от ваших рук, которыми вы можете подойти и потрогать Пожалуйста, ничего опасного нет Я не кусаюсь Куда попадет сигнал? К вам в мозг Поэтому вы можете сказать, Михаил Васильевич, спасибо за интересные всякие тут замечания, соображения Но я как принципиальный сторонник субъективного идеализма считаю, что весь мир мои ощущения И вы в том числе, уважаемый товарищ профессор То есть вы как бы во сне Я сейчас, тело позднее, вот, уже полдесятого Я сплю и во сне, и вижу вас во сне Чтобы вы там не говорили про экзамены, про вопросы, там, вы меня тут хвалите Особенно мне нравится, когда вы меня хвалите Я люблю, когда я вот сплю и когда меня хвалят Потом проснешься, а уже ругают А сейчас как раз хвалят, что вот я правильно отвечаю Красота Я начинаю вас опровергать Вы говорите, Михаил Васильевич, дорогой, ну что вы меня опровергаете? Вас же нету Все это, это все мои ощущения Как вы можете доказать, что вы есть? Никак я не могу вам доказать, потому что Никак в ваш мозг я не проникаю Только через ваши органы чувств Поэтому вы, Михаил Васильевич, комплекс моих ощущений Вот такие у меня сложились ощущения, что вижу я вот некого профессора Недавно я вас не видел, а сегодня вот они родились, явились И явились мы в моем сознании Потому что ничего в мою голову не поступает непосредственно Только через мои органы чувств Это вот течение называется субъективного идеализма И называется оно солипсизм Вам понравилось это течение? И сколько бы я его не опровергал, вы скажете Ну какому-нибудь опровергать, вас вообще нет И Ленин в книге материализма и эмпирикритицизм Который разбирает вот этих видов всяких партий, философии и течения Он говорит, что это опровергнуть логически невозможно Невозможно Но если вы так твердо будете на этом стоять Я вам буду ставить двойку, допустим, на экзамене А вы говорите, ну что вы, Михаил Васильевич, балуетесь Ну нет у вас Да это вашей двойки нет, это все ерунда Это вам кажется, что вы ставите Это просто у меня такие ощущения, что вы мне ставите Ну чтобы мне было интересно, чтобы какое-то было Не только что положительное, что-то и отрицательное было Знаете, как соль, там, перчат эти картины Вот вы как бы мне ставите двойку А у вас все равно нет Поэтому что вы там говорите и что вы там ставите Мне абсолютно все равно А потом вас начинают отчислять из университета Говорят, да мне плевать, что меня отчисляют Нет никакого университета И нет никакого ректора И нет никаких экзаменов Да и документов этих нет Ни о моем зачислении, ни о моем отчислении Да и приказы эти, это комплекс моих ощущений Но они в виде приказа ректора Там написано, отчислить студентку такую То есть здесь не успевают Да это все ерунда То есть если человек твердо на эту позицию встал Последовательно, его не собьешь Ничем Но, как вы понимаете Основная масса естества испытателей Стоит на позициях стихийно Материализма То есть она в эту экзотику не играет И поэтому действительным опровержением этих Является практика общественная Общественная практика такова Что люди стоят на позициях материализма Основная масса Причем Это не значит, что они не могут, допустим, быть верующими Вот, скажем, Леонард Тейлер У нее есть статья о свободе духа Дескать, вот, ну, Бог, конечно, есть Но Бог не так поставил вопрос Что мы за Него должны все, то есть Он должен за нас все решать Нет, мы ученые должны сами разбираться Проводить опыты и делать правильные выводы А не быть иждивенцами у Бога Бог нам предоставил свободу духа Так что творите, изучайте И с Божьей помощью вы что-нибудь откройте Так что если вы что-нибудь откроете, да? То сказать, ну, слава вам, с Божьей помощью все и получил Красота? Красота Хорошая такая позиция Поэтому естествоиспытатели, там, такие, допустим, как Декарт И другие, там, крупные ученые Они при этом как-то сочетали свои научные открытия с этим Потом эта мода отошла, в основном И стали говорить, что это мы Это, Женя, это не Бог, это мы открыли Сейчас она снова возвращается Почему? Потому что, значит, если есть какое-то движение вспять То это движение вспять затрагивает и сферу общественного сознания То было у совсем маловерующих А теперь куда вроде не попасть Смотри, одни, то, скажем, веры Вот уже придумали, тут вокруг Исаакиевского собора Будут ходить крестный ход, в котором будут участвовать церковники Военные Это же армию подключать С ума сошли? И фанаты Мы что, не знаем, что фанаты на Украине делали? Что они там в Одессе устроили какой-то погром? Куда же вы потащили этих фанатов в политику? Что, с ума сошли? Ну вот Товарищи, которые Кое-что не изучили У нас какая сейчас власть? Какого класса? Рабочего класса? Крестьянство? Буржуазии? Какого класса у нас власть? Не понял? Ну что, это страшно Недалеки вы от народа От науки Как это вы? Вы представители по связям с общественностью Вы общество-то хоть знаете, какое у нас? Есть в Сорфейсе Общество у нас буржуазное Главный класс у нас капиталистический Он стоит у власти А скажите, пожалуйста Вы что-то слышали про великую французскую буржуазную революцию? Какие идеалы были в французской революции? Французская революция отделила церковь от государства или нет? Да, это одно из завоеваний Отделить, в отличие от этого феодального мрака Церковь отделяется от государства и школа от церкви То есть как надо относиться к этому? Это святыни буржуазной революции Если у нас был раньше социализм Ну там свои были установки Сейчас у нас буржуазный строй Так надо вот святыни буржуазного строя же беречь Вот у нас есть губернатор А он взял губернатора и что сделал? У нас была набережная Робиспера Робиспера – это революционер? Какой? Социалистический или буржуазный? Буржуазный Ну он же буржуазный А у нас строй буржуазный Это свой Ну так надо его уважать Взяли это вместо набережной Робиспера Воскресенская Потому что там церковь видели Воскресенская была Хорошо Остался один Марат у нас Улица Марата есть А знаете почему не переименовывают? А улица называлась Грязи И что-то они засостряли на этом Вот там Марат Или вот допустим Под Нижним Новгородом Который был Горький В песне поется Под городом Горький Где ясные зорьки В рабочем поселке Подруга живет А теперь значит Под городом Горький Есть город Дзержинск 40 минут езды на поезде Его вот они тоже переименовали Но он называется Растяпина назывался раньше Что-то как-то это Не очень Не сильно рекламно Звучит Растяпина Лучше пусть остается Дзержинск Тем более что у всех ФСБшников Во всех кабинетах Портрет кого? Дзержинского Знаете, да? Вот Значит Вот Когда мы двигаемся вперед Мы должны учитывать Какие уже этапы пройдены И что мы преодолели И вот На сегодняшний день У нас В философии Также Есть А Идеализм Б Это например Поражается так Есть три Ступени бытия Это Материя Сознание И Третья ступень Трансцендентная Как-то слово Бог-то не выговаривает Людей Или абсолютная идея Оно Трансцендентное И Тем самым Такой прикрытый Идеализм Широко распространен Это раз Материализм Никто его не изгоняет Пожалуйста Занимайтесь материализмом Но никто его и не продвигает Но и Никому Никто Никому он и не мешает Тем более что Все вот эти самые Просветители Буржуазные Были же не идеалистами Материалистами Правильно И отделяли школу от церкви А церковь от государства Есть путаники Это страшное дело Вот если вы хотите Про путаников Прочитать Как специалист В области Связи сообществ И не запутаться В своей жизни Я вам очень рекомендую Работу Ленина Материализм и перекритицизм Она маленькая Я лично У меня такой Студенческий опыт Такой Я вообще любил Все досрочно сдавать Я пришел К преподавателю философии Вот как бы ко мне Как бы вы пришли И говорю Спрашиваю Вот к вам на лекции Не ходить А что-нибудь такое Прочитать И вам прийти И рассказать Он говорит Хорошо Вот почитайте Материализм и перекритицизм Ленина Расскажите Я вам поставлю оценку Я не стал ходить на лекции Как мы договорились Прочитал Материализм и перекритицизм Пришел к нему Он послушал Говорит Ну все отлично И все И до свидания Могу вам то же самое сказать Если у вас есть такое желание Ну как то Время тоже надо Надо найти Ну вот время Во время моих лекций Вот можете слушать Лекции одновременно И читать Вот тут сидите И читать Материализм и перекритицизм У меня такой студенческий опыт Был в отношении капитала Я учился на матмехе И у нас стали преподавать На четвертом курсе Политэкономии Вы на третьем, да? На четвертом На каком? На четвертом На четвертом Ну вот мы с вами Вот как бы коллеги Только чуть-чуть Небольшая Разница в возрасте Чуть-чуть там Ну это несущественно Мы же Коллеги, так сказать Люди Интеллигентного труда И вот я думаю Ну вот если я буду Просто сидеть на семинарах Это же потеря времени Потом Одно дело Вот ведущий семинар Другое Маркс Маркс То есть Полиокрупная фигура Это конечно тоже экономист А это как бы старший экономист Я значит Сидел и читал капитал Я значит Докладываю вам Я это читал на семинарах А когда объявлялась лекция То я открывал капитал И продолжал читать Во время лекции Как только лекция кончалась Я закрывал капитал И читал капитал Только на занятиях По политэкономии В итоге Я прочитал Первый и второй том Только То есть как бы не потеряв Ни одной минуты Правда Ведущая семинарская занятия У нас злобная была Такая женщина Знаток капитала Она говорит Подходит А вы что тут читаете Я говорю капитал А капитал И я спокойно Ну третий том Вот тут мне не повезло Я читал третий том капитала По воскресеньям Уже летом И прочитал А потом оказалось Что таких людей Которые прочитали Третий том капитал Просто наперечет мало У нас В России И сейчас совсем их почти нет Хотя капитал издают Первый том стоит Новое издание 9500 рублей Ну реклама Вот это да То есть ценность То есть в буржуазном обществе Это не то что в социалистическом обществе Ценили гроши Так сказать Не ставили капитал Тут ставят этот капитал Это книги Самые дорогие Ничего себе Толстый Красивый такой 2500 рублей Буква Еди Так вот Ленин там показывает Что основная масса философов Это путаники Они никак Они не на материалистических возрасте Они путают одно с другим Они называются по-разному Империокритики Империоманисты Империосимволисты Какие-то образы Какие-то ощущения Какие-то компоненты Короче говоря Вот эта каша Они из нее не могут выбраться Из этой каши Хочу вам привести пример Не из старого Опыта А из моего опыта Я вот ВПК Однажды Участвовал в конференции По антологии Научной Антология Знаешь, что такое? Нет? Что? Я знаю Но я не хочу объяснить А? Ну, меня спросите Он называет Это Отчение обытии Мы же с вами договорились Или вы отвечаете Или вы меня спрашиваете Вы же можете Всегда сказать Вы же лектор Почему это вы Вы спрашиваете Но вообще-то Вы должны ответить Правильно? А я то, что я отвечаю Я отвечаю А то, что я не отвечаю Я вас спрашу И мы сразу С вами распределяем Ну и двигаемся Быстро вперед Потому что Если чего-то вы не знаете Я вам помогаю А если вы знаете Зачем вам помогать Вы и так знаете Скажут Ну, что вы мне Рассказываете Я и так знаю И так мы правильно Продвигаемся В ваших интересах Вы развиваетесь И вот на антологии На конференции Я руководил Одной секцией А сидел я На пленарном заседании И слушал доклад Своего коллеги Он Рассказывал Что вот Каждая Вещь Наделена Смыслом Вот смысл этой вещи Знаете в чем? В чем? Встирать с тоски А этой вещи В чем смысл? Знаете Кофе сюда наливать А часы В чем смысл? Знаете В чем? Знаете Когда лекция кончится Чтобы вас отпустить Причем мне сказали Люди Которые Здесь дежурят И у которых Я взял ключ Что вы Кончите Пожалуйста Хоть на 5 минут Раньше Чтобы вы сдали Ключи Чтобы мы могли Уйти домой Тем более Там и внизу Еще Гардировщики Тоже сказали Конечно Мы понимаем Что вы до 10 Но вы хоть на 5 минут Раньше закончите Чтобы вы тоже Ушли домой А мы же не злодеи Вот И вы не будете Напротив И меня никто За 5 минут Не накажет Скажут Я под давлением Обязательно Мне нужно было Ретироваться Отсюда Меня может сказать Выгнали отсюда Сказали Сдавайте ключи Так вот Поняли Что смысл Эти ущель Вот Он говорит Что если они Каждая вещь Наделена смыслом А если Не наделена То их и нет Нету А я вопрос Вы же мне задаете вопрос И я тоже Вам буду задать вопрос Я спрашиваю Вот Игорь Иванович Дорогой Я правильно понял Что вот Если вот эти вещи Не наделены смыслом То их и нет Да Правильно Вы поняли Ну так А кто наделяет Вы Я Или Транцедентный я Он говорит Ну да То есть Я как намекаю Ну неудобно же сказать Бог Там или идея Ну трансцендентный Сейчас Сейчас так принято Так говорить Как бы Мы же люди культурные И так прямо Ж не говорим Бог Вроде как Ты неприлично Мы же все-таки Не попы Ну Вот так Сформулирую Я говорю Ну понятно Ну так если А это еще Эти вещи Не наделены Смыслом То их и нет Я правильно понял Да Я говорю Ну если их нет То нечего и наделять Правильно Ну если их нет То как же их наделять Если их нет Он говорит Михаил Васильевич Зачем вы так Такое Говорите Я говорю А у Миши Куда я могу деть Все Вот и весь доклад Или Вариант два Субъективного Миниализма Пришел я на новую кафедру Был я на кафедре экономики и права От которой у меня осталось ученое звание Я профессор по кафедре экономики и права Кафедры уже этой нет А звание у меня есть Я когда приходил в Москву К главному суде арбитражного суда Он меня конечно принимал Пишу ему Профессор по кафедре экономики и права Ну конечно он принимает Все это понятно Право экономика Это такой компот Очень сложный И вот Перевели меня на кафедру Поскольку я доктор философских наук На кафедру философии и культурологии То есть я еще и культуролог О Еще одна специальность И вот значит сидим Устроили семинар На тему Абсолют Вот вы знаете что такое абсолют? Что? Давайте вы А? Давайте вы Не понял Давайте вы пей Давайте я Водку абсолют Видели нет? Выпьешь и ничего Все забудешь Абсолютно все Так и называется Абсолют Там не 40 градусов Там уууу Ну вот Абсолют А думаете я помнил И я забыл Ну думаю Начнет лекцию Там выступал Саготовский Заслуженный деятель науки Он расскажет И я вспомню И тогда смогу выступить А там мне неприлично Что я не выступлю Я на кафедре Новый профессор И ничего не могу сказать По всеми абсолют Ну вы не скажете Я студент А мне это как-то Неприлично Ну ладно Думаю И действительно Выходит Саготовский Заслуженный деятель науки Профессор И рассказывает Абсолютно Это ничем не обусловлено Вот если Вы-то ведь пришли сюда Не спроста Правильно? Что-то до этого у вас было Какие-то у вас были Занятия Виды Я не спрашиваю Но я же понимаю Что это было Ваше присутствие здесь Не случайно А чем-то обусловлено А вот если я не хочу Об этом ничего знать А беру как абсолют Вот есть вы И все Вот я вас рассматриваю Как абсолют Вот вы и есть Все студенты Которые ко мне пришли Правильно ли я понимаю? Да? Поэтому я вас и уважаю Это вы все и есть студенты Вашего отделения Все ваши связи С общественностью С рекламой Вся сомкнулась на вас Абсолют Ну вот я вооружился этим И вот выступает профессор Один и говорит Абсолют Это то, что нельзя познать Нельзя изучить Нельзя исследовать Нужно просто сердцем принять Раньше я когда не изучал диалектику Я бы пошел ругаться Сказал Ну что за чушь какую-то порит Ну вроде профессор Ну что за какую-то ерунду говорит Ну как это нельзя познать Нельзя познать Это называется Философия называется Агностицизм А это отрицание Агнозис это знание То есть невозможность познать Если вы не можете познать То никакого не профессора На хрен вы нужны Извините за выражение Если вы считаете Что нельзя ничего познать Не надо из себя изображать профессора Потому что если вы не можете Ничего познать Уходите отсюда И не занимайте место Правильно? А если я могу познать Так я значит Соответственно работаю Ну это я раньше бы так делал А вас я этому не учу У вас я учу культурно С этим разбираться А как культурно? Вот выхожу я И что я должен делать? Здесь какая-то чушь Ругать или хвалить? Можно учить похвалить Что-то конечно Меня похвалить А я вас похвалить А потом уже говорить Ну что ж ты Потом А сначала-то Похвали И вот Я твердо знаю Что если какую-то чушь несут Надо выходить и хвалить Ну как-то хвалить Так в соответствующем образом Я говорю Вот очень мне понравилось Больше всего выступление Профессора Яна Какое оно светлое Просто это вот Ничего абсолютно Это то, чего нельзя Ни познать Ни пощупать Ни потрогать Ничего Ни исследовать А только нужно Сердцем принять Подхожу к доске А что такое абсолют? Это абсолют Это же Ничем не обусловлено Да? Раз оно ничем не обусловлено Я рисую букву А И от нее Линию провожу Вот этим оно не обусловлено И к вам могу линию того И вами не обусловлено И туда могу линию провести Не обусловлено И туда Еще к двери Еще к стене Потом я Как делает В математике Точечки ставлю И так это Бесконечности Ничем не обусловлено И так это 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 Отрицать Показать? Я подхожу И от вас Отталкиваюсь Вы уж Извините Вот я от вас Отталкиваюсь А чтобы мне От вас Оттолкнуться Что мне надо Сделать? К вам Притронуться Притронуться Начинают борьбу А с объятий А иначе Не будет никакой борьбы Или вы представляете Два войска Как они могут вести борьбу Если они не вступили В соединение Вывод Раз абсолют Это отрицание всего Следовательно Отрицательный Вот отрицанием Он связан со всем То есть То что является абсолютным То есть ничем неопосредственным Означает, что он Опосредством Со всем Но только отрицанием То есть вместо того Говорит я с вами Я должен сказать Я не с вами Но все равно До вас дотронуться Если вместо того Чтобы сказать Что я с ним Я скажу Я не с ним Но это в отрицательном виде Я о каждом должен сказать Поэтому Абсолютно не обусловленное На самом деле Всеми отрицаниями Связано со всем И получается оно Всякая абстракция Если я вот хочу Абстрагироваться То что я не стакан Я про что должен сказать Про стакан Я не стакан Теперь если я не Это вот Раньше это была тряпка Сейчас даже не знаю что Губка Я не губка Что вы слышали Вы слышали эту губку В моем высказывании То есть от того Что я ставлю слово не От этого ситуация Не сильно меняется Только в отрицательной форме Например Вот я не буду вам говорить Что вы плохая студентка Я никогда не буду вам говорить Что я поставлю вам двойку Я никогда не буду вам угрожать Что буду вас Преследовать Если вы будете плохо заниматься А просто вы хороший человек Что я сказал По форме Только вот Вам все хвалило А на самом деле Там угрожал Что-то такое То есть это вот То есть вот это Отрицательная форма Лектор думает Что отрицательная форма Она только отрицательная Ничего подобного Вот в этой форме Можно высказать А что угодно Вот я с вами беседую А вы выглядите себя Вроде бы прилично Что я сказал Вроде бы вы выглядите А на самом деле что То есть Вот человек Изучающий диалектику Он Философию Он более гибкий А уж человек Который занимается рекламой Уж эту гибкость Должно знать Как вот это все делать Чтобы соответственно Пропагандировать Прогрессивное И мешать Развиваться Экционам Ну вот я вам рассказал О том Что такое философия Какие есть партии В философии Еще и путаники есть И вот Это Не только история Философии А это ее современность Более того В связи с тем Что у нас пошло Как бы движение вспять От первой фазы Коммунизма Назад к капитализму Все то Что было характерно Для более ранних ступеней Снова возродилось Если раньше было Отделение церкви От государства Сейчас опять Пытаются соединять И школу Пытаются туда Церковников запустить И так далее И пусть они решают И эти бедные учителя А у нас еще Многонациональная страна И вы никогда Не видели Чтобы религиозники Нападали на атеистов Ну что вот Если вы Исламист Что вы будете А я атеист Меня не трогает А вот он Вот если он за Христа Его убить надо Потому что он неверный Правильно А как его убить Вам надо подойти С поясом шахида И около него взорваться А почему вам надо Пойти с поясом шахида А потому что Вы как верный я Сразу попадете Куда? В рай А он неверный Попадет в ад Вот так надо поступить И тогда То есть Мы начали двигаться назад И вместо движения Вперед Возродили Самый Своё Старо Фёдор Леонидович Да Это вы Вот я сейчас заканчиваю И спускаюсь вниз Свердите меня внизу Так На этом мы сегодня закончим А в следующий раз продолжим Я думаю Что вы передадите Что я всех буду приветствовать Особенно на экзамене Тех кто не ходит на лекции И буду очень рад С ними познакомиться С соответствующими выводами Как у нас и происходит Хорошо? Хорошо Спасибо за внимание Вопрос есть ко мне? Спасибо Нет, у нас получается Чередуются, да? Занятия Как чередуются? Причем чередуются? Каждую неделю Вот в следующий раз У нас будет День выходной Пятница Да Поэтому там не чередуется У нас просто его не будет А, пятница тоже выходная? Ну, на самом деле Просто не важно Не надо Я узнавал у Зои Викторовны В университете это выходной А суббота у нас в университете По шестичасовому рабочему дню Рабочий день Но у меня в субботу ничего не стоит Вот я То есть мы у вас тут будем Вот в пятницу мы будем заниматься Только через две недели в итоге Вот так Из этого исходитель То есть больше тут мы не боимся Пятница на субботу Вот Вот Нет, ничего никуда не переносится Просто не будет у нас Отмена занятий 24-го числа Ну, а поскольку Тут всякое бывает Поэтому я Проконсультировался у диспетчера Позвонил ей Зои Викторовна Не узнал Она ответила очень определенно Мне Все, Михаил Васильевич Следующий 24-го занятия не будет И все Отдыхайте Изучайте науку логики Гегеля Я же вам рассказал Что надо читать А Гегель был еще более крупный философ Чем я И намного А кто вам сказал Что нужно обязательно Со мной общаться Вы можете С более крупными титанами Общаться Это будет Плодотворно Еще какой вопрос Все Спасибо за внимание Очень приятно Поднакомиться Так, все Сворачиваем Наши дела И уходим Спасибо